Идём сюда, тебя обидели, весь мир кругом делает это, но только не мой ребёнок. Человек с сигаретой, он крутой. Тебе достаточно просто издеваться над людьми и снимать эти видеоролики, ты будешь известным. Дорогие братья и сёстры, есть такой канал, бразильский канал, называется «Глобал». И такая интересная тенденция наблюдалась, куда бы этот канал не приходил, то там в разы учащались разводы. И, конечно, вопрос стоял всегда перед социологами, почему так происходит. Они пришли к выводу, что этот канал всегда транслировал вот эти сериалы, бразильские сериалы про семейные драмы, романтика, мелодрамы и так далее. И те люди, которые это общество, в котором начинались показывать эти фильмы, бразильские сериалы, они пытались даже взрослые люди копировать эту модель. им хотелось вот в жизнь превратить в свою семейную жизнь в тот образ, который фильм им преподносил. Это на самом деле удивительный случай, который наглядно, чётко нам показывает, что информация, влияние информации, которое оказывается на не только даже о ребёнке вообще молчим, даже на влияние оказывает на взрослого человека, состоящегося человека. И, ну, неспроста мы видим, что, когда снимают кругом сотни и тысяч эти рекламы кругом, что, конечно же, бесследно все эти, вся эта информация, все эти видео и так далее, они бесследно проходят. Значит, они действуют. Вот ключевое слово, которое здесь нужно употребить. То есть они действуют и они работают. Информация, которую мы каждый день, которую мы сталкиваемся, это из признаков сотного дня, пророк Алисаусам тоже предупреждал. Мы живём в эпоху информационного века, где нехватки информации нету, информации даже в изобилии, мы постоянно потребляем информацию. И, к сожалению, у нас внутри нету такого механизма, такого щелчка, который бы чётко фильтровал бы. А вот это вредная информация, то есть отключите уши и не слушайте, не смотрите. А это нормально, это можно, да? Такой функции, к сожалению, в нас нету, дорогие братья и сёстры. Поэтому мы должны понимать, что есть такая фраза, что человек состоит из того, что он кушает, потребляет. Хотелось бы вот перефразировать эту фразу и сказать, мы состоим на самом деле из той информации, которую мы потребляем. особенно наши дети. Наши дети с детства сначала на ощупь, изучая эмоции взрослых людей, плачут, смеются, познают этот мир. И первое медресе для нашего ребёнка является мать, мы все знаем. В это время, пока ребёнок маленький, мы должны маленьких детей воспитывать, давать им правильные ориентиры, давать им правильную воспитательную информацию. Потому что ребёнок, если можно такой пример привести, представьте себе, ребёнок состоит из пазлов, а эти пазлы — это есть информация, которая каждый день на него накладывается, дорогие братья. Хабиль Хабиля хотел убить от зависти, но он не знал, как это сделать. Теперь Иблис приходит ему. Представьте себе, какая проблема. Он хочет от него избавиться, но он не знает, как. Иблис приходит, два камня берёт, один камень бьёт, другой камень, этот камень сыпется. Вот оно, решение. Вот эта ситуация, картина, назовите это видеороликом из интернета, как хотите назовите, но Хабиля, вот эта картина, вот этот случай, вот этот пример, вот этот короткий видеоролик, одним ударом камня в другой камень, и тот сыпется, вот этот короткий видеоролик, который Хабиль посмотрел, он его научил, как убить своего брата, и он убил его. Вот приблизительно, что происходит, дорогие братья и сёстры, с нашими детьми каждый день. Физически они с нами. Вон на улице мечеть, аль-хамдул-лях, там, вот он рядом с нами, вот в школу ходит. На самом деле, каждый день он сталкивается вот с такими роликами, где наших детей учат, учат стесняться своей религии, учат, например, что издеваться над людьми. Это может тебя сделать известным человеком. Потому что посмотри на пранкеров, у них по 4-5 миллионов. Тебе достаточно просто издеваться над людьми и снимать эти видеоролики. Ты будешь известным. Посмотрите фильмы, которые дети смотрят, где наркоманы, наркодилеры и прочие являются героями, им сочувствовать хочется в этих фильмах. Они крутые. Человек с сигаретой, он крутой. Люди, которые спасают мир сегодня в мультфильмах и в фильмах, к сожалению, ты не поймешь, на первый взгляд, это мужчина или же женщина. Уже вот такие идут фильмы, к сожалению. Вот в этой пучине, в информационном поле ребенок растет, и родитель думает, что вот он передо мной, как в нужном русле якобы наш ребенок растет. Это глубокое соблуждение. Дорогие братья и сестры, мы должны интересоваться жизнью наших детей. Мы должны понимать, что наши дети смотрят, какие интересы у наших детей. Потому что, к сожалению, сегодня родители с детьми, дорогие братья и сестры, не разговаривают абсолютно. Нет никакой связи, что ему комфортнее он себя чувствует на улице, с друзьями. Общество оказывает влияние на формирование мышления и психики ребенка. Это общеизвестный факт. Но сегодня есть еще другое общество, которое можно по праву считать, что полноценным обществом, это именно соцсети. Те сообщества, интернет-сообщества, которые... Есть известный хадис пророка «Аль-Мар-У-Аль-Адине Халилихи» Человек в религии своего друга. Поэтому пусть смотрит каждый из вас, с кем дружит. Сегодняшняя молодежь, дорогие братья и сестры, они на распутье не знают вообще грань между добром и злом. Уже понятия «добро» и «зло» стали расплывчатыми, потому что то, что сегодня взрослое поколение, то, что родители называют плохим, он в реальности, в своей жизни, в своем быту, в своем окружении, в школе, в интернете, в соцсетях и прочее, он не видит, что здесь такое, что какой-либо плохой витамин есть. Он не может понять связь, почему это плохое. Потому что родитель, с одной стороны, который говорит «ты это не делай, то не делай», а с другой стороны, который общество говорит «это делай, это нормально, нет ничего, там свобода у нас, это твои права, это твоя свобода, ты вправе делать все, что ты хочешь». То есть он на перепуте, он не знает вообще, какую сторону держать. И теперь получается, что родитель, для ребенка потихоньку не бывает уже авторитет в родителей, потихоньку убивается через эти соцсети, через эти сообщества. даже элементарно есть такой мультфильм, который называется «Убить учителя», который постоянно, сюжет этого мультфильма такой, что какой-то пришелец приходит, в общем, учителем в какую-то школу, и он говорит, что если вы, мол, убить учителя не сможете, я уничтожу весь мир. И весь фильм, все серии этого мультфильма дети пытаются убить учителя. И постоянно повторяется чуть ли не в каждой серии по 50 раз «Убить учителя», «Надо убить учителя», «Убить учителя». Вот так, вот так, постоянно повторяясь, обесцениваются вообще родители, обесцениваются учителя. И сегодня наши дети вырастают такими, которые не знают уже, что делать, почему, говорит, поколение такое, почему сегодня люди изменились и так далее. А это все есть не что иное, как влияние вот этой всей информации. Очень часто родители обращаются, говорят, что, сталкиваясь с теми или иными проблемами своих детей, говорят, почему так, мы же там это дали, то дали, мы это сделали, то сдали. Думают, родители сегодня думают, что воспитывать детей – это значит дать все, что ребенок хочет, значит, это все он ответит благодарностью. На самом деле, дорогие братья и сестры, мы должны все силы бросить именно на воспитание наших детей сегодня. Это жизненно необходимо сегодня, если мы не хотим потерять наших детей. Потому что каждый день мы сталкиваемся с случаями, как родители обращаются, говорят, что это вот одиннадцатый класс, это вот шестнадцать, семнадцать лет, уже однополые отношения. Это и эти случаи сплошь и рядом. Это примеры потребления электронных сигарет, это в школах сплошь и рядом. С этим мы каждый день фактически сталкиваемся, нас зовут, приглашают, разговаривают на эти темы, потому что не знают уже, как с этим, такую массовость уже охватила то, что не знают, как с этим бороться. И самое большое заблуждение родителей, это делают, весь мир кругом делает это, но только не мой ребенок. Самое главное заблуждение. Стал очевидцем, как в одном из родительских собраний родитель своего чада так яростно защищал, хотя учитель потом говорит нам, что их ребенок и самый главный зачинщик, который принес это. Поэтому мы своих детях плохих не видим, это самое большое заблуждение. Мы должны смотреть, дорогие братья и сестры, реальность она сегодня какова. Наши дети со школы начинают знакомиться через соцсети и так далее, самыми страшными вещами, самыми страшными видами грехов они сталкиваются. И не всегда у этих маленьких детей бывает иммунитет против этой информации, они не могут ее фильтровать. Пророк, алейхиссалату ассалам, даже просил, Аллаху ма и не ауду бика мин альмин ла янфа. О Аллах, я прошу у тебя защиты от знаний, в которые нету пользы. Пророк, алейхиссал ассалам, защиты просил от этих знаний, которые не приносят пользы. Не говоря уже, то якобы, ну и пусть я посмотрю, я прочитаю, я узнаю и я смогу, мол, для себя, что хорошо, что плохо. То есть защищаться надо от этой информации, вот мы должны обезопасить наших детей от этой информации. И здесь решением не является забирать телефоны и так далее, потому что это еще может усугубить ситуацию с ребенком. Потому что это не выход. Сегодня многие родители предпочитают воспитывать тем, если можно так назвать, дедовским методом, если что-то плохой ребенок делает, подзатыльник дали и все, он больше этого не делает. Сегодня вот этот один безобидный подзатыльник может все в корне даже испортить. Потому что время, в котором нам давали, уважаемые родители, подзатыльник и время сегодняшних наших детей, это совсем два разных, два разных вообще абсолютно времени. Если в нашем детстве нам подзатыльник дали, мы все силу обойдем, куда бы мы ни пришли, если узнавали, если в школе, допустим, меня учительница поругала, дала тот же самый подзатыльник, я приходил домой, родители еще добавляли, говорили правильно сделали, значит ты не слушался и так далее. Я не мог себе поддержку найти в обществе, потому что все общество было заинтересовано в моем улучшении, чтобы я не совершал плохие вещи, чтобы какие-либо плохие вещи, поступки совершать, я должен был, например, спрятаться, уйти от глаз людских. Если даже это не мои родственники, если даже я в окраину другого края села уйду, я должен был от людей спрятаться, потому что придя домой, уже мои родители знали, чем я занимался на том краю села. Потому что безразличия у наших людей не было никогда. Сегодня, к сожалению, в нашем обществе вот это безразличие распространяется, то есть поголовно массовое безразличие, никакое дело. Вот этот подход, дорогие братья и сестры, абсолютно для нашего дагестанского общества невозможен. Мы должны понимать, что мы, наше общество, наша республика, наша страна, мы в одной лодке. И такой пример, если можно взять, представьте себе, вот мы на корабле, в этом корабле есть разные этажи, палубы разные и так далее, и там внизу, кто в нижних этажах, у них пробоема, у них проблема, там вода просачивается, а у меня на верхних этажах в моей комнате все сухо, чисто и аккуратно. И я смотрю на них, а, ну у вас такое, да, ну ладно, как бы, да, у меня, слава Богу, все чисто, у меня все аккуратно. И вот так, если человек говорит, рано или поздно все равно, все утонут, дорогие братья и сестры. Потому что, если мы думаем, у меня в семье порядок, если наш ребенок выходит в то общество, которое сегодня мы получили, то эта беда коснется, и в наш дом придет эта беда. Мы должны сегодня же беспокоиться об обществе, в котором наши дети живут. Мы должны, если видим порицаемое, говорить, называть вещи своими именами, говорить, что это порицаемо, это плохое, это хорошее и так далее. Сегодня даже религиозные, когда мы базовые знания религии, которые, к сожалению, многие не дают родители своим детям, это самый лучший иммунитет против этих всех явлений и современных пороков, это базовые религиозные знания, зачем мы появились на свет, что хорошо, что плохо и так далее. Если мы вот это не заложим, те, кто закладывают эту информацию тоже, делают это таким вот образом, что у детей вызывают даже отвращение. Поэтому методику, полностью подход воспитания детей, дорогие братья и сестры, мы должны поменять. Тот подзатильник, который, если раньше давало, и он был целебный, лечебный, то сегодня это не выход, это не решение, это наоборот усугубляет ситуацию. Потому что, представьте себе, вот если раньше он не находил поддержки в обществе за то, что его никто не поддерживал, за то, что он получил заслуженно, за то, что он совершал какие-то плохие действия, поступки, то сегодня, если дать ему подзатильник за это, он уходит, и там его ждут, как волки, 20 разных сообществ его ждет, чтобы его поддержать. идем сюда, тебя обидели, как он смел, это твои права, ты можешь там на родителя своего даже заявление написать. Например, да, то есть сегодня его готовы принять в разные сообщества, есть сегодня кругом в обществе сегодня, которые готовы ему помочь под видом помощи, которые на самом деле ему яд добавляют в его неокрывшую психику ум. И эти сообщества, его принимая к себе, делают его таким же, как и они сами. Он находит в этих группах, в этих сообществах то утешение, которое он не находил и не находит дома у себя со своими родителями. Такой пример бы можно было, если взять вот два цветка. Представьте себе, один цветок дома в спокойной обстановке, его достаточно за неделю 11 полили, все аккуратно, стабильная, климат, температура, все нормально. И другой цветок, который на улице, где пурга, метель, холод, мороз, за ним больше ухода, больше внимания. То же самое здесь. Раньше, когда наше действие, общество было более воспитанным, более гуманным, что ли сказать. А сегодня общество полностью изменилось, дорогие братья. И на влияние и изменение общества оказало огромное влияние именно эти фильмы, мультфильмы, интернет, соцсети. Огромный поток негативной информации. Родитель сам, в первую очередь, должен быть для детей примером. То, что родитель сам говорит, если сам курит отец, и ребенку говорит, не кури, без эффекта хоть и не бывает, но эффекты минимальны. От этого пользы тоже очень мало бывает. Поэтому родитель, в первую очередь, должен сам соблюдать то, что он говорит своему ребенку. Постоянно, дорогие братья, мы должны нашим детям прививать правильные ориентиры, правильные ценности, воспитывать их в духе ислама, чтобы у них был иммунитет от этих всех пороков и современностей. Мы должны учить их даже, дорогие братья, жизни. Я бы посоветовал всем читать книги истории пророков, чтобы изучали жизнь пророков. Потому что пророки, Всевышний пророков отправлял именно в тот период тот народ, как раз когда погрязли во всевозможных пороках и грехах в их времени. Вот как сегодня наше общество совершает определенные грехи, есть пороки современные. Вот в такое время отправлялись в те времена всегда пророки. И пророки были идеалом, они были примером для подражания. И пусть наши дети всегда для себя берут пример как пример и подражание, чтобы эти были пророки. Рассказывайте жизни пророков, которые трудности они испытывали. Человек, который сталкивался с страшной болезнью, пророк Айуб, Пророк, который был и правителем, но вместе с этим вел праведный образ жизни, Пророк Сулейман, Пророк Дауда, Пророк, который был бедный и вел праведную жизнь, Пророк Иса, Человек, наш пророк Мухаммад, в котором были собраны все наилучшие благородные качества. В любой человек, в любой жизненной ситуации, с которой человек в течение своей жизни сталкивается, для него в любом пророке есть пример, чтобы он мог для себя брать пример для подражания. То есть в этом, в жизни, в предыдущих пророках есть уроки, очень ценные и важные уроки для наших детей. Перед сном, если мы читаем какие-то книги нашим детям, какие-то сказки и так далее, если мы читаем, вот читайте жизнь пророков, изучайте, читайте вместе для детей перед сном истории каждого пророка. Пусть они знают их жизнь, знают, что вот такие люди были, которые были посланы к человечеству с наставлением, с назиданием для их же благополучия. Рассказывайте о пророках, рассказывайте о Всевышнем Аллахе. Дорогие братья и сестры, сегодня в наше время нужно побольше делать дуа нашим детям, особенно родителям, потому что дуа родителей принимается. Дуа родителей за свои детей не отвергается сказанно, поэтому постоянно мы должны делать дуа нашим детям и постоянно мы должны стараться дать им воспитание, дать им информацию, дать им полезную информацию, чтобы они изучали, чтобы они знали жизнь праведных предков, чтобы мы давали им такие имена, с которыми он мог бы подражаться, с которыми он мог бы брать пример, чтобы мы могли нашему ребенку сказать, когда ты знаешь, ты носишь имя такого человека, а он был вот таким, он был вот такой, вот такой в жизни, он совершал вот такие поступки благородные. То есть вот это всегда пример, образ для наших детей всегда он очень необходим сегодня в наше время. Пусть Всевышний сохранит наш дом, наш Дагестан от современных пороков. Мы должны, каждого призываю, делать дуа для всех нас, для нашего общества, и чтобы мы побольше внимания уделяли нашим детям. Вальхамду лиллахи Раббал Арамин.